Вообще, все новое, это сюда же можно отнести и новые знакомства. И вот на эту тему мы поговорим сейчас поподробнее. Дело в том, что две трети молодых россиян хотя бы раз пользовались сайтами или приложениями для знакомств. На дейтинг-платформах ищут партнеров, друзей, напарников для путешествий или занятий спортом. В этом году аудитория одного из самых популярных сервисов составила около 70 миллионов человек. Из них 57% мужчин и 43% женщин. Вообще, по статистике, на многих платформах для знакомств мужчин всегда больше, чем женщин. В целом, пользователи в таком возрасте, значит, от 28 до 38 лет, это так называемые миллениалы. И они составляют до 60% аудитории. Реже всего приложениями и сайтами для знакомств онлайн пользуются люди старше 50. Их на платформе всего 5%. У мужчин и женщин цели примерно одинаковые. Треть пользователей ищут пару для романтических отношений. Именно такую цель чаще всего указывают люди в своих профилях. Пятая часть настроена серьезно с целью найти будущего мужа или даже жену. В среднем, знакомство и общение длится полгода. Люди переписываются, узнают друг друга. И в зависимости от их совместимости отношения разворачиваются дальше. Либо сходят на нет. Насколько тренд на онлайн-знакомство вытесняет сферу общения глаза в глаза? И есть ли шанс узнать и найти свою судьбу из миллиона аватарок? Это мы обсудим с нашей гостью в студии Алена Наумова, психолог. Алена, доброе утро. Доброе утро. Алена, ну мы уверены, что сейчас все телезрители прильнули к экранам. Кто-то, возможно, до этого просто слушал нашу программу. А сейчас все захотят узнать ответ на главный вопрос. Насколько действительно реально найти в интернете с помощью таких знакомств свою судьбу? Свою судьбу найти совершенно реально. Вопрос в том, для чего. И для чего конкретно вам нужна эта судьба. Если мы рассматриваем какие-то построения отношений с точки зрения отношений между мужчиной и женщиной, это одна история. Если мы ищем там друзей, единомышленников, мы хотим путешествовать, мы хотим объединяться, мы хотим находить общие интересы, мы тоже там вполне себе найдем эту судьбу, и она прекрасно будет. На сайте знакомств, наверное, вряд ли друзей прямо ищут. Нет, но здесь, кстати, тоже важно заметить, даже что не обязательно это делается для каких-то романтических отношений. Романтических целей, конечно. Правильно? То есть цели могут быть разные. Но, в общем-то, если все-таки взять статистику, да, основная масса людей, которые приходят на сайт знакомств, кто это? Можем ли мы примерно сейчас обрисовать какой-то портрет? Ну, может быть, мы и можем обрисовывать какой-то портрет, но мне бы не хотелось этого делать, потому что портрет — это определенные рамки. А люди, которые смотрят нашу передачу, это совершенно разные люди. И в разные периоды жизни нам нужны какие-то отношения, общение по переписке. Это же не всегда то, что должно привести нас к реальному браку или к каким-то итоговым суперзамечательным отношениям. Иногда нужно пообщаться, иногда нужно найти в себе силы прийти на сайт знакомств, рассказать о себе, пообщаться, познакомиться с какими-то другими людьми. Даже не хочу акцентировать внимание, мужчина это должен делать или женщина, потому что, пережив определенное количество встреч и расставаний, у нас у всех есть определенный багаж. И вот с этим багажом люди приходят на сайт знакомств. И очень часто бывает так, что в жизни нам страшно знакомиться, в жизни нам страшно самопрезентовываться, потому что прийти и сказать «Здравствуйте, меня зовут Алена, моя фамилия Наумова», я здесь для чего-то. Это очень сложно любому человеку, не важно, мужчина это или женщина, не важно, сколько этому человеку лет. И поэтому сайты знакомств для вот такой вот тренировки непринужденного, в общем-то, знакомства и первых, начало какого-то отношения вполне себе подходит. А что уже из этого получится, это, мне кажется, уже другой вопрос. Если мы не берем прям социальные сети, и вот онлайн знакомства там, а именно вот эти приложения для знакомств, сайты, если я не ошибаюсь, по статистике все-таки разочарования там случаются больше. И вот хотелось бы узнать, почему так происходит? Потому что не совпадает все-таки то, что хотел мужчина, например, изначально, и то, на что рассчитывала девушка. Почему, по-моему, так? Ну, потому что мы сначала разочаровываемся где-то в чем-то за пределами сайтов знакомств, в отношениях, опять же возвращаемся к багажу наших личных отношений, истории, да, а затем мы хотим подтверждения тому, что нас разочаровали мужчины или меня разочаровали женщины. И еще, вот сайт знакомств, понимаете, это такая история, где люди сначала переписываются. Я не знаю историй, когда люди познакомились в сети и через полчаса встретились в кафе попить кофе. Правда, не знаю. Если вдруг такие есть, расскажите мне, пожалуйста. Вот, но начинается общение. И вот здесь разница в восприятии женщины и мужчины, парня и девушки. Выбирайте любое слово. Потому что если женщина начинает переписываться с мужчиной, то для нее это уже отношение, понимаете? А мужчина просто переписывается. То есть это разница в нашем восприятии, как женщина воспринимает вообще отношения и контакт с мужчиной. Неважно, где это будет, сайт знакомств, это будет, не знаю, какие-то рабочие отношения. То есть если вы три раза подряд приглашаете свою коллегу по работе на кофе, она уже будет думать, что у вас отношения. То есть если вы полгода переписываетесь в сети и только переписываетесь в сети, то, конечно, она разочаруется, потому что, ну, попереписывались, ну, пообщались. Три месяца устойчивой переписки, значит, нужно уже переносить отношения в оффлайн. То есть где-то встретиться, фейс-ту-фейс, лицом к лицу поговорить, посмотреть, послушать голос друг друга, побыть в компании друг с другом. Если этого не происходит, то как раз-таки инерция, понимаете? Когда мы вот встречаемся, мы даже начинаем переписываться, нам кажется, что у нас в переписке возникает какая-то энергия. Но вот если за полгода эта энергия не нашла определенной реализации вовне, то вот в течение шести месяцев инерция заканчивается, и поэтому все часто сходит на нет. И здесь очень удобно сказать, меня разочаровали мужчины или меня разочаровали женщины, все. И социальные сети. И социальные сети, скорее всего. Давайте поговорим о тех людях, которых не разочаровали социальные сети, об этих счастливых историях. Вот в каком-то процентном соотношении, может быть, есть у вас какие-то данные относительно неудачных, сколько удачных. Подожди, мне кажется, опять здесь давайте не будем разограничивать, все-таки социальные сети и сайты знакомств, приложения. В социальных сетях, я думаю, очень много удачных концов и завершений. А вот именно сайты знакомств этих вот всех моментов стоит. Вопрос, что есть удачное завершение? Встретить человека, начать с ним общаться, встречаться и через какое-то количество времени понять, что это не мой человек. Это удачно или неудачно? Ну, наверное, относительно. Но давайте тогда вот именно такое, как для девушек. Да, свадьба, все логичное, завершение. Вот это вот. Ну, здесь опять же, кто серьезный из мужчин идет в приложение, думает, так, сейчас жену буду искать. И вот так перелистываю девочек. Ну, мужчина, наверное, не идет, но это все равно может к этому привести. Ну, пожалуйста, пожалуйста. У меня нет такой статистики. Хорошо, следующий вопрос. Нет, на самом деле, вот у меня есть в моей жизни реальные примеры, да, когда знакомые познакомились на сайте знакомств. И знакомые познакомились, ну, все понятно, да? Вот, и действительно, все, они подошли друг к другу, да? Они поженились, у них родились дети, и все в порядке. То есть нет какого-то негатива к тому, что сайт знакомств это только для приезжих отношений. Я думаю, что больше просто это все не выносится за пределы, понимаете? Люди находят друг друга и стараются уже оберегать свои отношения от внешних воздействий, интересующихся. А как, а что, а зачем, а почему? Ну, и у нас у всех большие проблемы с личными границами, с соблюдением личной границы. А тут вдруг, если люди нашли на сайте знакомств, у нас, понимаете, надо хорошо понимать, что сайты знакомств, они больше для общения, потому что у нас до сих пор несколько постыдно быть не в отношениях и прибегать к помощи какой-то внешней стороны в виде сайта знакомств. Это не очень, скажем так, поддерживается. И, видимо, еще очень долго не будет поддерживаться. И поэтому вот эти формулировки по приколу, по приколу, они до сих пор очень громко звучат и, к сожалению, портят людям не только восприятие того, что действительно можно устроить свою личную жизнь, но люди встречаются, люди влюбляются, люди женятся, и на самом деле неважно же, где это происходит. Совершенно. Но вы как психолог, как бы все-таки охарактеризовали вот эти ресурсы, эти возможности? Это скорее положительный момент, что есть такая возможность там получить какой-то опыт, пообщаться, может быть, обжечься, либо все-таки лучше избегать, допустим? Нет, конечно же, я скажу «да», только нужно все это делать с холодной головой, понимаете? Нужно приходить вот в сайт, на сайты знакомств, в такие социальные сети, которые предлагают какие-то знакомства, да, и понимать, что есть я, есть моя жизнь, есть мои внутренние и внешние установки, а это сайт знакомств, не волшебная палочка. Если человек, неважно, кто женщина или мужчина, не умеет строить здоровые гармоничные отношения, он их не найдет нигде, но попробовать он обязан, он должен это сделать. Но пересмотрев каких-нибудь романтических фильмов, очень сложно раз с холодной головой подойти к этому, потому что все равно все рисуют какие-то фантазии в голове, все представляют идеальную картинку. Свой профиль, там, например, Володя, я суперспортсмен, я бизнесмен, у меня там 16 вилл во всей стране. А потом встречаются люди, а там Лысый Кирилл. Вот, кстати, Алена, вот может быть вы посоветуете, как подойти к написанию, может быть, к описанию себя, к своей анкете, какой-то совет, чтобы действительно было понятно, какой ты человек, и чтобы не было вот этих самых разочарований, время не тратить. Ну не будет понятно это, понимаете? Вот все-таки мы же хотим, когда мы знакомимся, вот в реальной жизни, мы проявляем свои лучшие качества. Мы хотим лучше выглядеть. Вот это очень грустно сейчас в развлечах. И потом должно быть все хорошо. А потом еще лучшее качество. Да, потом еще лучшее качество, да. Удивлять только, вот чтобы было удивление положительное, да? Да, возможно, да, открывать какие-то грани себя, потому что в гармоничных отношениях человек раскрывает и для себя новые грани своего характера и своей личности. Ну вот на самом деле на сайте знакомств, не важно, как будет написана вот эта шапка. Я понимаю, что я сейчас, возможно, подразрушу какие-то стратегии маркетинга, но на самом деле, как шапка выглядит, это не важно. Мы совершенно по-другому реагируем друг на друга и совершенно по-другому. Можно просто написать привет и станет понятно, что очень хочется вот прямо здесь и прямо сейчас вот на этот привет ответить, понимаете? А там может быть написано 15 яхт, 899 миллионов на счету. Вот, и придет какой-нибудь лысый Кирилл, а на самом деле к нему же тоже придет девушка идентичная Кириллу. Они посмотрят друг на друга и скажут, боже, как хорошо, что ты лысый, потому что я вот какая-то другая, да. И вот на этом моменте у них возникнет контакт, понимаете? Вы правы, вы правы. Слушайте, ну, тема, конечно, такая щепетильная, интересная, мы же все взбудоражились, проснулись еще больше, надеемся, и вы тоже, наши уважаемые телезрители. Ну, вывод, наверное, такой, что различные сайты для знакомств – это штука полезная, ей, возможно, если есть такая необходимость, стоит воспользоваться. Но, опять же, еще раз напомню, подходить с холодной головой и все же итоговая встреча будет, наверное, решать, стоит вам продолжать это общение или нет. Спасибо вам огромное за это интервью. В гостях была Алина Наумова, психолог.